Уважаемые президиумы, уважаемые коллеги, если посмотреть, то среди всех опухолей молочной железы рак риминального потепа занимает достаточно большую фракцию. Видите, это практически 70%, а у пациентов старше 70 лет это вообще 85%. И если взять тех пациентов, которые потенциально подходят для неодевантного лечения, то есть это вторая, третья стадия заболевания, то это, в общем, действительно большая фракция пациентов, которым потенциально действительно можно провести неодевантное лечение. Однако до недавнего времени речи, допустим, о неодевантной эндокринотерапии практически не шло. Почти все больные получали неодевантную химиотерапию. Несмотря на то, что еще такие исследования NSBP, как B18, B27, старые исследования, но это одни из первых исследований, которые изучали эффективность неодевантного и в том числе одевантного лечения, показали, что при рецептор положительных опухолях все-таки эффективность такой терапии не столь высока по сравнению с теми пациентами, которые имели рецептор негативной опухоли. И, в общем, практически такое лечение неодевантное не применялось, да и работ особенно не было. Ну и сравнительно недавно были опубликованы работы, их мало. Это три исследования, которые уже имеют историческое значение, но и нельзя не упоминать первое исследование, которое известно во всем мире, было проведено вне онкологии Петрова, которое совершенно четко показало равную эффективность неодевантной эндокринотерапии по сравнению с химиотерапией. Буквально недавно появилось новое исследование, 19-й год, канадское исследование, где также сравнивались неодевантная химиотерапия и гормонотерапия. Однако данное исследование не рандомизированное исследование, и в исследование были включены больные как молодого, так и постминопаузального периода. Поэтому сравнивать достаточно сложно эти группы. Итак, первое исследование. Это больные второй-третьей стадии заболевания, рандомизация эндокринотерапии и химиотерапии. В качестве эндокринотерапии больные получали эксимистан и анострозол. Что было получено в результате? Клинический эффект был приблизительно одинаков, с небольшим преимуществом при ингибиторах ароматазы, но отличия были недостоверны. И увеличилось количество органосохраняющих операций. Несколько больше оно было в группе неодевантной эндокринотерапии. Показатели общей выживаемости имели тенденцию к улучшению при неодевантной эндокринотерапии, хотя достоверных отличий между группами не было. Второе исследование. Гейкам. Точно так же было рандомизация на гормонотерапию и на химиотерапию. Но здесь были больные как в постменопаузальном периоде, так и в пременопаузальном периоде. И вы видите, совершенно четко видно, что у больных в постменопаузе клинический эффект в обеих группах был практически идентичен. И несмотря на то, что все-таки не эндокринотерапия доказана по эффективности, не уступает ни химиотерапии, тем не менее вот эти исследования, которые касались именно гормонотерапии на предоперационном этапе, они долго сдерживались. В связи с чем это было связано? Во-первых, не было четкого ориентира, прогностического ориентира. Если мы говорим о трижды негативном раке, о хердво-позитивном, то существует четкий ориентир. Это полный морфологический регресс, который еще в 2013 году FDA утвержден как совершенно законный суррогатный маркер эффективности такого лечения. При элиминальном раке такого, к сожалению, нет. И в большинстве случаев мы при элиминальных формах не достигаем полного морфологического регресса, но это никак не сказывается на отдаленных результатах лечения. Кроме того, неопределенный четкий срок проведения неодиумантового лечения, что это два, четыре, полгода или более. Ну вот, в частности, в Сан-Галине в 2019 году при голосовании считают, что оптимальный период является до достижения минимального размера опухоль, насколько это возможно. Но, конечно, вот такой ответ очень неопределенный. И вот все эти факторы, они длительно сдерживали вот все эти исследования нейроэффективности и нейроэндокринной терапии. Видите, совершенно четко показано, что при приведении и химиотерапии, и предоперационной, и гормонотерапии частота достижения полных регрессов при алюминальных формах в общем-то достаточно низкая по сравнению с хердоположительным и трижды негативным раком молочной железы. И достигает по различным авторам 2-20%. Но в то же время, несмотря на то, что в большинстве случаев при алюминальных формах не достигают полного регресса, тем не менее, показатели безрецидивной и общей выживаемости лучше, чем в остальных групп пациентов. Вот возьмем идеальную группу пациентов, которая подходит для неодевантной эндокринной терапии. Мы назначаем 4-6 месяцев гормонотерапии, выполняем операцию, и морфологи исследуют препарат. И у нас возникает совершенно законный вопрос. А что же все-таки, учитывая то, что ПЦР мы зачастую не достигаем, есть эффектом в данном случае или его нет, что дальше назначать? Либо мы должны продолжать гормонотерапию, либо мы должны перейти на химиотерапию. И учитывая то, что вот этого суррогатного маркера эффективности, как ПЦР, у нас нет, на что будем ориентироваться? Наверняка вы заметили, что в большинстве работ, которые посвящены неодевантной эндокринной терапии, исследуется такой маркер, как КИ-67, активность пролиферации. Этот маркер совершенно четко коррелирует с методическим индексом фракции клеток, находящихся в С-фазе, и, конечно, его высокая активность является такой плохой средой для эффективности неодевантного лечения. И в ряде исследований неодевантного лечения которые в том числе были проведены и вне онкологии, такие как ПИ-24, было показано влияние различных вариантов гормонной терапии на снижение КИ-67 в процессе лечения. И было показано, что при проведении лечения ингибиторами ароматазы этот индекс снижается значительно больше, чем, допустим, при проведении лечения тамксифеном. Хотя, если вот взять исследование стейдж, где включены были больные молодого возраста пременно-паузального периода, то здесь вот снижение такого эффективного не наблюдалось. Исследование поэтик. В данном случае также исследовалась эффективность КИ-67 влияния на прогноз. Были больные рандомизированы на две группы. Одна группа получала ингибитор ароматаза, другая находилась без лечения и оценивали снижение КИ-67 и влияние на частоту местных рецидивов. И было показано, что при изначально низких показателях КИ-67 частота рецидивов была максимально низкая. Если же КИ-67 был высок и не изменялся, то частота местных рецидивов была максимально высокой. Кроме того, кроме КИ-67 сейчас широко используется такой индекс, как ПЭПИ. Это предоперационный эндокринный прогностический индекс, который учитывает размер опухоли, статус лимфатических узлов, тот же самый уровень КИ-67 и статус рецептора эстрогена. И вот в исследовании в частности ПИ-24 в исследованиях ИПАКТ показывало, что если ПЭПИ-0, то есть это хороший пенодоз, то количество рецидивов максимально низкое. При ПЭПИ-4 оно будет максимально высоким. И показатели выживаемости, в частности безрецидивной выживаемости, также при ПЭПИ-0 будут максимально высоки. Но помимо этих факторов сейчас широко используются различные генетические тесты. Вот данная работа, в ней исследовалась эффективность Мамма-Принт и Блю-Принт. И что интересно, в данной работе показано, что действительно люминальная форма это достаточно гетерогенное заболевание. Когда мы планируем лечение, мы ориентируемся на клинические, клиническое значение подтипа. В данном случае ориентируемся на молекулярный подтип, то есть использовалось геномное профилирование. И оказалось, что среди клинических люминальных подтипов, в частности А, примерно 18% случаев это оказался базальный подтип, который достаточно хорошо реагировал на химиотерапию. В том числе в том случае, как истинный люминальный А-подтип, он практически не реагировал на химиотерапию, не на химиотерапию, и частота полных регрессов не превысила 5%, в том числе как люминальный клинический А-но базальный по блюпринту, полный регресс достигался в 32% случаев. Сейчас широко исследуется эффективность различных вариантов неодевантной эндокринотерапии, в частности сравниваются ингибиторы, инактиваторы ароматазы с тамоксифеном. И видите, 6 исследований. И практически во всех исследованиях показано, что ингибиторы ароматазы по эффективности превосходят тамоксифены. Либо превосходят, либо, по крайней мере, имеют равную эффективность. Ну и было показано, что неодевантная эндокринотерапия, она позволяет увеличить количество орган сохраняющих операций. Она приблизительно такой же, а в некоторых случаях и выше, чем при неодевантной химиотерапии. Ну и опять же, вот исследование, которое нельзя не упомянуть, исследование, проведенное вне онкологии, сравнение ингибитор ароматазы и тамоксифена было показано, что при приведении неодевантной горбонотерапии, частота рецидивов в группе ингибиторов ароматаза была ниже, чем в группе тамоксифенов. Хотя общая выжимая тоже имела тенденцию к улучшению показателей при проведении терапии ингибиторами ароматазы. Вот хорошо известное исследование КАСОК Z1031. Оно интересно тем, что здесь производилось в том числе для сравнения эффективности различных ингибиторов и ноктиаваторов ароматазы. При этом в ходе неодевантного лечения оценивался уровень КИХ-67 через 2-4 недели после начала лечения. И в зависимости от уровня, который мы получали, мы продолжали. Либо мы продолжали лечение ингибиторами ароматазы, если показатель КИХ-67 был менее 10%, либо переключались на химиотерапию, если показатель был более 10%. Но надо сказать, что эффективность трех препаратов в этом исследовании была равноэффективным. А вот то, что касается тех пациентов, которые достигли ПЭПИ-0 и снижения индекса КИХ-67, то показатели безрецидивной и общей выживаемости в данном исследовании были значительно выше, чем в тех группах, где не достигли ПЭПИ-0, то есть ПЭПИ-0 было более 0, либо КИХ-67 было более 10%. Отдельная группа пациентов, группа высокого риска, это трижды позитивные опухоли. Вот эти трижды позитивные опухоли, конечно, они достаточно агрессивные, и они плохо поддаются гормонотерапии. Частота достижения полных регрессов как при химиотерапии, так и при гормонотерапии, при рецепторе положительных опухолях низкая по сравнению с рецептор негативными опухолями. И даже при проведении двойной блокады эффективность лечения, конечно, улучшается. Достигается большее количество полных регрессов, но оно все равно в два раза ниже, чем у больных с F2-позитивным раком молочной железы. И какое же лечение назначать вот этой группе пациентов? Проведено такое исследование пер-элиза, тоже достаточно известное, оно на слуху. В данном исследовании неодианта проводилось лечение литрозолом в течение двух недель, и затем оценился уровень КИ-67. Причем здесь важно было не абсолютное значение КИ-67, а градиент, то есть насколько он изменялся. Если КИ-67 уменьшался более чем на 20% в ходе лечения двойной блокады пертозумаб и тростозумаб и литрозол, то в дальнейшем продолжали лечение этими препаратами. И если же меньше, то переходили уже на химиотерапии, то есть пертозумаб и тростозумаб сохраняли и добавляли еще поклитоксил. Ну и вот было показано, что при лечении пертозумаб и тростозумаб и литрозол достигли полного лекарственного патоморфоза 20%, что достаточно неплохо для рецепторов положительных опухолей. А если считать больных хиропозитивным по ПАМ-50, то эта цифра достигла вообще 45%. Ну и чем интересно это исследование? Интересно оно тем, что на основании анализа вот этого марка, как КИ-67, все-таки мы можем определить, что мы должны продолжать вот эту гормонотерапию при трижды положительном раке молочной железы, либо мы должны переключаться на химиотерапевтические воздействия. Тем более, что при переключении химиотерапии в данном исследовании полный лекарственный патоморфоз достигался уже в 81% случаев. Ну и нельзя упомянуть исследования, которые касались неодевантной эндокринотерапии у больных высокого риска рецидива. И было совершенно четко показано, что ингибиторы сигнальных путей, в частности ингибиторы ПИТРИКЕЙ, МТОР, ингибиторы циклинозависимых киназ, достаточно эффективны при люминальных формах опухоли. Ну, в частности, такое исследование не упало. Оно тоже на слуху, достаточно известное. Здесь при второй-третьей стадии заболевания выполнена рандомизация. Первая группа получала литразол и полбоциклип, а вторая получала химиотерапию. Вы видите, что показатели клинического регресса и, собственно говоря, патоморфологический полный регресс достигался в обеих группах примерно в одинаковом количестве случаев. Что касается биохимического регресса, то тут преимущество было в группе предоперационной эндокринотерапии. В чем преимущество данного исследования? В том, что тут брали не всех больных с лиминальными формами рака молочной железы, а только тех больных, которые имели высокий риск рецидива, определенный по генетическому тестированию ПАМ-50. Ну и, кроме того, сейчас изучается роль иммунотерапии при лечении в том числе лиминальных форм рака молочной железы. При оценке влияния уровня эффективности лечения было показано, что при высоких показателях, в частности, при трижды негативном раке, при HER2-позитивном раке, эффект неодевантной химиотерапии повышается. Но это не касается люминальной формы, в частности, люминального рака молочной железы. в данном случае ТИЛС не оказал своего эффекта на прогноз. Если говорить о показателях общей и безрецидивной выживаемости, в частности, общей выживаемости, то действительно, при высоких показателях ТИЛС и проведении неодевантной химиотерапии, общая выживаемость увеличивается при высокем ТИЛС. При люминальных же формах все наоборот. Показатели общей выживаемости возрастают при низких ТИЛС. Кроме того, широко изучается мутация, в частности, мутационная нагрузка при люминальных формах рака молочной железы. Хотя, если посмотреть на исследование, частота мутационной нагрузки при люминальной А и люминальной Б практически в 2-3 раза ниже, чем при 3-ждонегативном и HER2-позитивном раке. Тем не менее, в процессе прогрессирования мутационная нагрузка все-таки возрастает. И в некоторых случаях она может быть даже выше при люминальной форме рака молочной железы. Но по эффективности ответа на чекпоинт ингибитора наоборот может быть ниже. С чем это связано? Может быть, это связано с тем, что когда речь идет о трижды негативном раке, о HER2-позитивном, мы говорим о мутациях, которые воспринимаются нашей иммунной системой. Когда же речь идет о люминальном раке, как правило, мы встречаемся субклональными мутациями, которые наши иммунные системы просто не замечают. Может быть, отчасти это и обуславливает неэффективность лечения чекпоинта ингибитора. Ну вот интересное исследование. В данном случае я уже говорил о генетических сигнатурах, в данном случае это инициированное исследование, оно как раз-таки и ставит перед собой задачу оценить, как влияют генетические сигнатуры, то есть риск на эффективность лечения, химиотерапевтического лечения или эндокринной терапии. В данном случае выделяются три группы низкого риска, это низкий риск, промежуточный и высокий. Но при высоком риске здесь назначается химиотерапия, включающая паклитоксил, если это низкий риск, назначается гормонотерапия. Ну и самая сложная группа, это промежуточная группа, там непонятно, что химиотерапию или гормонотерапию назначать, но тем не менее исследователи выделили две группы. Если в ходе неодевантной гормонотерапии мы получаем низкий КИ-67, то мы продолжаем гормонотерапию, если высокий, то в дальнейшем может быть переход на химиотерапевтические воздействия. тут перечислены ряд исследований ингибиторов сигнальных путей, которые сейчас находятся на стадии исследований. Результатов пока что нет. Видите, уже достаточно большое количество, то есть эта проблема развивается. Ну и вот итоговый слайд. Видите, что можно выделить целую группу, три группы риска. Это низкий, промежуточный, высокий риск. Когда речь идет о неодевантном лечении, то есть это вторая, третья стадия заболевания, в большинстве случаев опухоли приобретают уже, так скажем, признаки либо промежуточного, либо высокого риска, и наиболее часто все-таки здесь проводится химиотерапия. Наряду с гормонотерапией проводится химиотерапия. Но учитывая те исследования, которые я указал, что появились те факторы, которые могут помочь в определении необходимости назначения химиотерапии или гормонотерапии, появление эффективных ингибиторов сигнальных путей все-таки сейчас больше склоняется к проведению именно гормонотерапии в тех случаях, когда речь идет о люминальной форме рака молочной железы высокого риска. Благодарю за внимание. Большое спасибо. Коллеги, один короткий вопрос, если у кого-то есть. Тогда у меня один вопрос. Пациентка, по вашему мнению, кандидат для химиотерапии из люминальной группы АС, высокогормоночувствительная G2. Кому вы начнете с химиотерапией в неодеванте? Или вообще никому? Вообще идеология сейчас вот такого неодевантного лечения, если мы раньше говорили о увеличении органо-сохраняющих операций, то вот эта часть как-то уходит на задние планы. Сейчас мы прежде всего говорим о чувствительности. Люминальная форма, она действительно гетерогенная форма заболевания. и если мы назначаем в послеоперационной периоде, вообще неизвестно, что там будет действовать, химиотерапия, гормонотерапия будет действовать. Поэтому вот мое личное мнение, что все-таки у таких больных нужно проводить неодевантное лечение, а уж это будет эндокринотерапия или это будет химиотерапия, но об этом я только что говорил, на что можно было ориентироваться. Потому что в каждом случае это, конечно, индивидуальный вопрос. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.